Всем привет! Ремонт пластиковой детали, бампера, фары, радиатора или любой другой, на первый взгляд кажется одной из наиболее простых операций. Запаял, зашпатлевал и порядок. Так ли все просто на самом деле? В этом видео будем разбираться в типах пластика и их совместимости, а также расскажем о том, к чему может привести перегрев материала и почему этого необходимо избегать. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк видео, если вам интересна эта тема. А мы начинаем! Сталкиваясь с необходимостью ремонта пластика, зачастую возникает вопрос о том, как его отремонтировать, спаять, склеить или в самом худшем случае добавить нехватающий фрагмент. Итак, есть ряд особенностей и технологий ремонта пластиковых деталей, одну из которых мы сегодня и разберем. Для начала нужно определиться с типом пластика, который мы будем ремонтировать. В производстве автомобилей используется много разновидностей, среди которых есть самые распространенные, такие как полипропилен, ПП. Из него бывают почти любые изделия, бампера, подкрылки, защиты, бачки и так далее. Бывают они маркировками ППТ-40, ППТ-20, ППТ-10. Это фары корпуса воздушных фильтров. ПП и ПДМ, ПП и ПДМ-T16, ПП-ПЕ. Это бампера, подкрылки, ну и так далее. Но и здесь не так все просто. Если бы бампера были изготовлены из чистого полипропилена, то они бы не обладали необходимыми эксплуатационными свойствами, в том числе возможностью пластика к окрашиванию. Потому в такой пластик добавляются различные присадки. АБС. АБС это пластик, из которого изготавливаются, ну, например, декоративные решетки радиатора, которые зачастую мы можем наблюдать на передней части авто. Но и не только решетки, а еще ряд других запчастей. Потому он занимает второе место по распространенности после ПП. ПОМ. Этот тип пластика встречается в изготовлении топливопроводов и отделке интерьера, потому как имеет высокое соотношение прочности и упругости. А также обладает хорошим сопротивлением к усталостным нагрузкам, деформации и истираниям. Поликарбонат, ПСИ. Благодаря высокой прочности и ударной вязкости, применяется в качестве конструкционных материалов в различных отраслях. В автомобилях из него делают стекла задних фонарей и рассеиватели передних. Конечно, есть еще много других применяемых типов пластика, но мы остановимся на самых распространенных. Все вышеперечисленные маркировки относятся к термопластичным, что означает, что эти материалы сохраняют способность многократно плавиться при нагревании. Поэтому детали, изготовленные из термопласта, поддаются сварке. Но наряду с другими пластиками есть и термореактивные, например, такие как ПУ, полиуретан. Материал, в котором при формировании изделия происходят необратимые химические реакции, приводящие к потере способности плавиться при нагревании. Детали из этого вида пластмасс плохо поддаются сварке, так как при нагреве он просто разрушается. Такой тип пластмассы необходимо клеить ремонтными составами. Но речь сегодня про термопластичные пластмассы. И если мы говорим про ремонт бампера, точнее про сварку пластика присадкой, то тут нетрудно догадаться, что и саму присадку нужно выбрать той же маркировки, что и ремонтируемая деталь. Стоит отметить, что бывают случаи, когда ремонтируемый бампер, например, маркировки ПП и ПДМ, пытаются ремонтировать старым куском от локера той же маркировки. Но результат может быть обречен на провал, потому как пластик от локера имеет другие добавки, которые несовместимы с пластиком для бампера. Вследствие чего, в месте ремонта адгезии с ЛКП просто не будет. Таким образом, мы приходим к выводу, что здесь, как и в любой другой операции, лучше применять специальные профессиональные материалы, потому что они сэкономят нам время и силы. А главное, потому что применяя их, мы можем быть уверены в качестве выполняемого ремонта. Какие же сварочные прутки бывают и какой из них выбрать для того или иного вида работ? Первое, на что стоит обращать внимание, на марку ремонтируемого пластика. По крайней мере, используемый в кузовах точно. Поэтому находим на элементе специальную маркировку и по ней подбираем вид необходимых нам прутков. Важно понимать, что нельзя взять любой пластик и использовать его для ремонта, так как многие виды пластиков попросту несовместимы друг с другом. Об этом я уже говорил ранее. После выбора марки необходимого прутка подбираем наиболее подходящий размер и форму присадочного материала. И здесь уже каждый случай индивидуален, потому что повреждения могут быть разные. Продолжение следует... Итак, выбрали марку и вид необходимых прутков. Что еще нужно понимать и учитывать до того, как вы приступите к ремонту? Это, безусловно, критическую температуру плавления ремонтируемого материала. Дело в том, что у каждого материала есть такая температура нагрева, достигнув которой в нем происходят необратимые изменения, которые меняют свойства материала. Если говорить о пластиках, то, как правило, преодолев такую критическую температуру, после остывания пластик становится хрупким, а значит соединение станет ненадежным и может треснуть в любой момент, вследствие чего ремонт придется переделывать. Поэтому, чтобы не доводить до такой ситуации, рекомендуем пользоваться специальными таблицами с указаниями критических температур нагрева для различных видов пластика. Также важно понимать, что есть опасность от недостаточной температуры нагрева свариваемой детали и прутка. В этом случае пластик в месте ремонта расплавится не на всю глубину, а лишь только верхним слоем, из-за чего получит соединение ненадежным. Что ж, друзья, сегодня мы рассказали, как правильно подбирать присадки для ремонта пластиковых элементов в зависимости от вида пластика и конкретного повреждения. Помните, что если вы выберете неподходящий вид присадки, то ремонт будет выполнен некачественно, и это может привести к переделке выполненной вами работы. Рекомендуем обратить ваше внимание на прутки Bumper Rus, большой выбор которых позволяет мастеру всегда подобрать оптимальные материалы для выполнения качественного ремонта. Благодарим вас за внимание. Напоминаю, что при возникновении вопросов вы всегда можете обратиться к специалистам нашей технической поддержки по телефону и мессенджерам. Вы видите их на экране. Ставьте лайк ролику, подписывайтесь на наши YouTube и Telegram каналы. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok